Здравствуйте! В эфире программа «Капитал», программа о деньгах и финансах. В студии Евгений Македрюк. Смотрите сегодня. Кто займется трудоустройством уволенных амурских железнодорожников? Сколько продукции уже выдает первый резидент Тора Белогорск? Как подарок можно приобрести для любого торжества? И почему после Нового года алкоголь может исчезнуть с полок некоторых магазинов? Более подробно прямо сейчас оставайтесь на нашем канале. Трудоустройством амурчан, потерявших работу вследствие ликвидации или реорганизации предприятий РЖД, займется Минтранс России совместно с железнодорожниками. Проблему массовых сокращений поднял в ходе своей рабочей поездки в Москву глава региона Александр Козлов. Выступая на заседании межведомственной группы по мониторингу ситуации на рынке труда под руководством вице-премьера Ольги Голодец, амурский губернатор отметил, что уже более полутора тысяч жителей области потеряли работу из-за ликвидации железнодорожных предприятий. Из них 500 только сотрудники Шимановского вагоноремонтного депо. Лишь более половины от их числа нашли работу, остальные нет. К тому же ожидается сокращение еще более тысячи человек из 32 организаций. На совещании Министерству транспорта России было поручено совместно с РЖД представить мероприятие по занятости высвобождаемого населения и дополнить ими карту антикристинских мер. Тында и Белогорск вскоре могут стать моногородами. В Государственную Думу России поступил проект документа, который предлагает расширить действия закона о торах, включив в него моногорода второй группы. Всего в России 313 моногородов. Они делятся на три группы. Первая – города с наиболее сложным социально-экономическим положением. К ним относятся Свободный и Райчихинск. Вторая – муниципалитеты, где имеются риски ухудшения социально-экономического положения. В Амурской области к ним отнесены Тында и Белогорск. Ну и третья – со стабильной социально-экономической ситуацией. Пока федеральный закон позволяет создавать торы в городах первой группы. Работа уже ведется в Райчихинске и Свободном. Если проект о городах второй группы вступит в силу, то он позволит увеличить привлекательность муниципалитета второй категории для потенциальных инвесторов. А Приамурья пополнится торами. В области уже утверждены две территории опережающего развития. Приамурская – на площадке возле сел Ровная и Березовка, и Белогорск – охватившая часть города. Сейчас власти совместно с представителями «Газпрома» работают над созданием Тора «Свободненская», куда войдет Амурский газоперерабатывающий завод. Один из резидентов Тор – Белогорск, либо улочный завод, уже начал свою работу. Кстати, на этом производстве активно ведут подбор персонала. В чем преимущество у резидентов Тора перед обычным частным бизнесом узнавал наш корреспондент Юрий Камышный. Сегодня этот промышленный район на окраине Белогорска носит гордое название «Территория опережающего развития». Одним из первых в рамках Тора здесь заработало предприятие «Белогорский хлеб». Одного только хлеба здесь ежедневно выпекают до двух с половиной тонн. Основная масса продукции расходится по детским садам, школам и воинским частям Белогорска. В планах руководства завода в разы увеличить объемы производства. Для этого уже закупили новое оборудование. В перспективе будут восстанавливать производственное помещение заброшенного хлебокомбината. Вступая в резидентатуру такую, мы, естественно, берем на себя определенные гарантии того, что мы должны были сделать. И с другой стороны, то есть это дает определенный толчок, но и с другой стороны мы же и рассчитываем на то, чтобы определенные деньги заработать в этом плане. Сегодняшний ассортимент белогорского хлеба – это 80 наименований продукции. Сухари, рогалики, кексы, пряники, ну и, конечно, хлеб нескольких видов. От мотнакаша до классического бородинского. Все выпускается по проверенным временем. Еще с советским рецептом. Наша политика и политика нашего предприятия, конечно, это в натуральном продукте. Мы гордимся тем, что мы делаем, потому что мы используем только натуральное сырье. Сырье наших производителей, от алтайских производителей, новосибирских. Благодаря современному оборудованию замес теста для кондитерки происходят, как здесь шутят, в 3D-эффекте. А выпекают сладости в печах нового поколения. Температуру, влажность, время – все задает автоматика. Сейчас в пекарне трудится 60 человек. При полной загруженности завода понадобится еще 10 специалистов. Работников преимущественно подбирают и жители Белогорска. Ольга Пакичева пришла сюда чуть более недели назад. Найти место на другой пекарне, а их в городе около 20 девушки, не составило бы труда. Но, как признается Ольга, свой выбор в пользу резидента Тора она сделала не случайно. В том, что в ближайшие несколько лет предприятие не закроется, а будет только расширяться, у нее сомнений нет. Второй плюс – стабильная зарплата, соцпакет, ну и, конечно, коллектив. Ну, это очень хорошее предприятие. Здесь очень много ассортимента выпускают. Здесь и коллектив, все хорошо. Будут трудиться. Мне здесь очень нравится. Хлебозаводцам и маленький инвестор Тор Белогорск. На частное средство здесь, помимо этого предприятия, откроются заводы по глубокой переработке соя и производству комбикормов. Общий объем средств, которые вложат в экономику города так называемые якорные резиденты – полтора миллиарда рублей. Сегодня на этой площадке ждут новых инвесторов. Поиск ведут не только среди российского, но и иностранного бизнеса. В середине сентября, по-моему, или в середине октября у нас прошел второй экспо в городе Харбини. Представляла Оксана Валерьевна Кукшенева, наш первый замминистра экономического развития, территория, опережающая в развитии. И вот буквально недавно нам были переданы контакты той организации, которая заинтересовалась этим проектом. Будем с ними работать. Общая территория Тор Белогорск составляет 702 гектара. Первые три резидента занимают менее 10% от этой площади. Так что развернуть бизнес потенциальным инвесторам есть где. На прошлой неделе в Белогорской мэрии заработал и новый отдел по развитию территории, опережающего развитие. Его специалисты не только будут разъяснять тонкости нового закона, но и помогут с оформлением всех необходимых бумаг. Самый дешевый хлеб на Дальнем Востоке в Преамурье. Его цена в среднем 46 рублей за килограмм. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики Росстат. В целом по Дальнему Востоку средняя стоимость хлеба равняется 60 рублям. Ниже этого показателя цена продукта на Камчатке и в Приморье. Цена чуть более 50 рублей за кило и почти 57 рублей в еврейской автономии. В Якутии стоимость близка к среднестатистической 60,5 рублей и к 70 рублям приближена цена в Хабаровском крае. На рубль больше на Чукотке лидер по дороговизне пшеничного хлеба в Дальневосточном федеральном округе Сахалин. Здесь за две буханки белого хлеба общим весом в один килограмм придется выложить почти 76 рублей и 77 копеек. В Магадане цена хлеба на одну копейку ниже. Где на Руси жить хорошо? Институт территориального планирования «Урбаника» составил рейтинг российских городов по уровню жизни населения. Благовещенск в этом списке расположился посередине. Эксперты оценивали инфраструктуру, уровень доходов населения, покупательскую способность, обеспеченность жильем, уровень преступности, ситуацию на дорогах и прочие показатели за 2014 год. В рейтинг попали 100 крупнейших городов России. Лучшими в стране, по мнению исследователей, стали Сургут, Краснодар и Тюмень. Среди дальневосточных городов самый благоприятный для жизни – Южно-Сахалинск. Город набрал 68,2 балла и занял 9 место. Благовещенск с показателями 60,6 баллов в списке лучших городов разместился на 47 месте. Хабаровск на 54, Владивосток – 61, Якутск на 73 и Комсомольск на Амуре на 97 позиции. На самой последней строчке рейтинга оказался Севастополь. Жители Благовещенска стали получать меньше в среднем на 5000 рублей. Такую цифру приводит рекрутинговый портал Headhunter, который провел свое исследование, насколько упала зарплата на Дальнем Востоке и сколько дальневосточники хотели бы получать ежемесячно. Больше всего на 5000 рублей зарплата понизилась в Благовещенске. В Биробиджане на 4750 рублей. В Петропавловске, Камчатском, Хабаровске и Якутске наоборот работодатели увеличили выплаты на 150 тысячу и 2500 рублей соответственно. Что же касается зарплатных ожиданий соискателей, то в четырех городах Дальнего Востока они увеличились. В Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске на 5000 рублей, в Якутске на 10 тысяч. В Петропавловске, Камчатском, Южно-Сахалинске и Магадане изменений со стороны ожиданий соискателей не произошло. А вот жители Биробиджана изменили своим ожиданием в меньшую сторону и теперь рассчитывают получать от работодателя 25 тысяч рублей в месяц. Почти на 1200 рублей увеличен прожиточный минимум для амурских пенсионеров. Так решили депутаты Законодательного собрания Амурской области в ходе последней сессии. Внесение изменений в закон об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров инициировал губернатор Александр Козлов. Народные избранники рассмотрели поправки в двух чтениях и утвердили увеличение прожиточного минимума для пенсионеров большинством голосов. Теперь в 2016 году он составит 8796 рублей. Кроме того, принятие поправок позволит увеличить каждому неработающему пенсионеру сумму социальных доплат к пенсии, если ее уровень будет ниже прожиточного минимума. Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета. Социальные выплаты многодетным семьям, ветеранам боевых действий, инвалидам будут сохранены в бюджете Амурской области на 2016 год. Об этом заявил губернатор Амурской области Александр Козлов на заседании комитета регионального парламента по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. Выступая на комитете перед народными избранниками, министр финансов Татьяна Половайкина рассказала о прогнозируемых доходах и расходах, принимаемого на один год бюджета, а также о плановом снижении госдолга. В связи с непростой финансовой ситуацией мы вынуждены были пойти на непопулярные меры, отметила Татьяна Геннадьевна, после чего назвала перечень мер, которые предложила пересмотреть и, возможно, приостановить их реализацию. В этот список попали нормативные акты, касающиеся порядка соцвыплат инвалидам-колясочникам, многодетным семьям на приобретение автотранспорта или сельхозтехники, единовременных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий, а также выплат студентам-инвалидам и многодетным матерям. После ознакомления с перечнем, не дослушав доклад до конца, прервал выступление председатель законодательного собрания Константин Дьяконов. Ряд мер из этого списка убрать нельзя. Мы обязаны найти, изыскать средства на их реализацию. Затем высказался Александр Козлов. Я полностью это поддерживаю. Мы же это уже обсуждали, договаривались, что есть обязательные для нас направления. Это заработная плата, меры социальной поддержки населения, лекарства, межмуниципальные перевозки и межбюджетные трансферты школам и детсадам. Это святое. Я прошу внести корректировки в бюджет незамедлительно, чтобы данные статьи остались. Считайте, что это совместно принятое сегодня решение и лично мое поручение. Курьезный инцидент произошел в банковской сфере Приамурья. Благовещенец подал в суд на банк, который отказался вернуть ему почти 20 миллионов рублей, находившихся на его счету. В финансовом учреждении посчитали, что мужчина не мог заработать такую сумму. Чтобы снять деньги со своего счета, амурчанину пришлось собирать доказательства о том, что средства были заработаны честно. В начале этого года из 20 миллионов банк вернул лишь 100 тысяч рублей. После предоставления подтверждающих документов о том, что деньги были получены законно, суд обязал банк вернуть благовещенцу 18 миллионов рублей, а также расходы по оплате госпошлины 300 рублей. В два раза сократилось количество россиян, досрочно погашающих свои долги перед банками. Об этом сообщает информационный портал Лентару, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. Еще год назад четверть заемщиков стремилась освободиться от кредитной кабалы как можно быстрее. В этом году их количество уменьшилось почти на 14%. Зато просрочка по выданным россиянам кредитам по данным Банка России на 1 сентября этого года превысила 849 миллиардов рублей. Для сравнения, в августе эта сумма просроченных долгов составляла 831 миллиард, в июле – 804, в июне – 790 миллиардов рублей. Получается, что просрочка растет в среднем на 15-20 миллиардов рублей в месяц. Этот факт может свидетельствовать о том, что погашать кредиты гражданам становится все сложнее на фоне роста инфляции и снижения реальных доходов. В преддверии наступающего 2016 года в продажу амурского филиала одного из крупнейших банков России поступили памятные монеты с символом года – обезьянами. Выполнены серебра 999-е пробы, памятные денежные знаки имеют самое высокое качество исполнения и выпущены иностранными монетными дворами Текилау. В дизайне монет «Семья обезьян-16» и «Веселые обезьянки-16» использована новейшая технология лазерной гравировки с ровной зеркальной поверхностью. Каждая монета имеет сертификат подлинности и упакована в футляр. Памятные денежные знаки уже давно являются отличным подарком и хорошим способом вложений для накопления средств. Помимо монет с обезьянами, в банках представлено около 100 разновидностей драгоценных монет из золота и серебра. С 1 января 2016 года могут начаться перебои с продажи алкоголя. Причина в том, что не все оптовики успевают подключиться и освоить новую систему ЕГАИС. Ее задача – обеспечить полный государственный контроль производства и оборота спиртного в стране от конвейера до прилавка. До 1 января будущего года к единой государственной автоматизированной информационной системе должны подключиться оптовики. До 1 июля – розничные сети, со следующего года – производители оптового звена. Однако сейчас к системе подключено менее 5% российских оптовых предприятий. Незарегистрированные дистрибьюторы с 1 января не смогут принимать отгрузки и легально поставлять алкоголь. Сейчас в программе зарегистрированы 15 тысяч касс и 860 компьютеров. Так, подключить к системе торговое помещение, к примеру, с одной кассой, стоит не менее 250 тысяч рублей. В эти расходы входит оплата программного обеспечения, абонентского обслуживания и приобретение кассового аппарата, подключенного к ЕГАИС. На этом все. Смотреть новые выпуски «Капитала» вы всегда можете также в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. Ну а пересматривать интересные выпуски в социальных сетях, например, на страничке первообластного канала в Фейсбуке либо Одноклассниках, а также на сайтах amurobl.tv и portamur.ru в разделе «ТВ-проекты». Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.